МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В футбольном чемпионате Беларуси сыгран 18-й тур. Представители Гомельской области встречались между собой. Футбольный клуб Гомель активно готовится к старту нового сезона. В национальном чемпионате по хоккею международная пауза. Дэйв Льюис уже проводит тренировки национальной сборной, в которой есть и представители Гомельской области. А до этого наши хоккеисты успели провести пару матчей экстралиги и заработать немного очков перед плей-офф. В рамках 39-го тура национального чемпионата по хоккею Жлобинский Металлург принимал на своем льду лидера первенства Солигорский Шахтер и обыграл его со счетом 4-2. На хоккейный клуб Гомель встречался с Динамо Молодечно. Молодечно до этого матча занимала пятое место в турнирной таблице, на несколько баллов опережая Металлург. Для достаточно молодой команды чемпионат идет более или менее успешно. Гомель, в свою очередь, борется за максимально высокую позицию. Возможно, эта самонадеянность и стала препятствием для рысей в самом начале матча. Энтузиазма больше было у гостей. Они упорно сидели у ворот хозяев, пока тени взяли себя в руки. Со второй половины первого периода гомельчане играли по своим правилам. До перерыва в воротах гостей оказались две шайбы. 15 минут понадобилось Николаю Сусла, чтобы все-таки добраться до динамовских ворот. А потом все пошло по сценарию хозяев льда. Уже в самую раздевалку прилетела вторая шайба от Андрея Башко. Как обычно начали, не как хотелось. Соперник был побыстрее, и много игр было в нашей зоне. Потом перестроились. И понравилось то, что ребята играли до конца. Играли до конца были моменты, где могли забить. И молодцы, что старались выполнять во втором-третьем периоде игровое задание. Две оставшиеся трети матча действительно для гомельчан складывались гораздо успешнее. Гости в защите стали выступать заметно слабее. За что и получили во втором отрезке третью шайбу от Игоря Ревенко. А в последнем периоде сформировался и окончательный счет 5-0. Хорошие два периода. Было три грубейшие ошибки. Гомель воспользовался этим. Все моменты, которые были у нас, ребята не использовали. Ну и третий период. Третий период удаления реализовал Гомель. И в зоне не разобрались наши игроки. Пропустили игроков соперника. Все. В сороковом туре «Рыси» уже не смотрели столь уверенно. Они отправились в гости к своему соседу по турнирной таблице Гродненскому Неману. В этом году матчи в Гродно Гомелю даются очень тяжело. «Рыси» вроде бы и открыли счет, но рвения не хватило. В итоге проигрыш 1-3. А вот «Жлобинский Металлург» сумел на выезде подзаработать очков. Стальные «Волки» обыграли «Динамо Молодечно» 4-1. До пятой строчки турнирной таблицы осталось всего одно очко. Впрочем, пока мысли о тактике можно отложить. По крайней мере, на неделю. Пока в чемпионате пауза. После учебно-тренировочного сбора национальная команда отправится на международный турнир «Словакия Кап», где проведет встречи со сборными Словакии и Швейцарии. Четверо игроков хоккейного клуба «Гомель» также вызваны в сборную. Это защитник Александр Яронов, нападающие Евгений Соломонов, Артем Волков и Павел Мусиенко. Игры сборной стартуют 11 февраля. Гонбольный клуб имени Левина из Новополоцка стал гостем на спортивной площадке «Гомеля». В областном центре прошел очередной матч первого этапа национального чемпионата. Накануне этой встречи гомельчане занимали второе место в турнирной таблице. И имели в своем активе 19 очков после 13 проведенных матчей. Гости из Новополоцка расположились на третьей строчке с 10 очками. Практически сразу после стартового свистка в первой атаке линейный гомельчан Анатолий Поторочи открыл счет в матче. Уже на третьей минуте встречи ворота гостей был назначен 7-метровый штрафной бросок, который успешно отразил Вадим Котов. Но после повторного назначения 7-метрового Денис Волынцев удвоил счет. Стоит также отметить результативность правого полусреднего гонбольного клуба имени Левина Артема Евсеева, который реализовал три момента из трех за первые 8 минут матча. Впрочем, это не очень-то помогло гостям. В предыдущей встрече с Гомелем Новополоцк боролся до последнего. Но в этот раз ошибок было слишком много. Тому, говорят, есть причина. У нас есть проблемы кадровые, ну и скамеечка маленькая. Отсюда все и проходит. Неплохо в первом тайме играли голкиперы. Вратарь Гомеля Иван Мороз не раз защищал свои ворота, отразив несколько неплохих бросков. Впрочем, вратарь соперников Вадим Котов также смог отличиться, не дав Денису Волынцеву реализовать очередной 7-метровый штрафной бросок. Впрочем, оптимизма этот аспект у тренерского штаба не вызвал. Понимаете, такие броски, наверное, вратарей... Я не видел ничего такого уверенного, что вратарей... Что в нашей команде, что в ихней команде. Так, средний уровень. Такие броски были у игроков. К 23-й минуте матча Денис Волынцев забросил уже 7 мячей. А перед перерывом счет был 15-10 в пользу Гомеля. Второй тайм начался с атаки новополоцких гонболистов, результатом которой стал заброшенный мяч. Игра пошла на равных, но тут новополоцкие гонболисты допустили две серьезные ошибки в защите. Гемельчан было уже не догнать. Гости почти перестали бороться. Итоговый счет встречи 33-19 в пользу гемельчан. Однако хозяева площадки записывать этот матч себе в актив не спешили. Победа в принципе добыта, но все, что планировалось, какие-то новшества, к сожалению, не удалось опробовать. С удаления потороче центрального защитника. Ну и такая какая-то игра все-таки не сказал бы, что очень хорошая, потому что, наверное, все-таки сказывается наш календарь, что мы играем там две недели раз, поэтому не всегда приходится команду подвести в игровых кондициях к этой игре. Наша команда провела матч очень плохо, очень много было потерь и удалений. То есть в защите не справились, особенно это было видно во втором тайме на фоне усталости. А команда у Гомеля прекрасная команда, хорошая скамейка, хорошие игроки, хороший подбор. Я думаю, что они заслуженно победили. Эта победа позволила гомельчанам упрощить свое турнирное положение. Впрочем, дальнейшая задача у них куда более серьезная. Следующую игру придется провести с серьезным соперником, минским СКА. В мини-футбольном чемпионате Беларуси сыгран очередной тур. Центральным стал матч между лидерами, занимающим первую строчку Витеном и идущим третьим Мопидом. Победителя команды не выявили. 3-3. Неудачникам тура можно признать Лид Сельмаш, машиностроители, которые в турнирной таблице расположились на второй строчке. В Гродненском областном дерби не смогли переиграть Динамо ОВД, которая обитает в нижней части табели о рангах. В Гомеле же прошло сразу два дерби. Календарь свел в очных поединках между собой всех представителей нашего региона в турнире. БЧ принимала ЦКК, а агрокомбинат «Южный» был номинальным хозяином в противостоянии с ВРЗ. Первыми на площадку спорткомплекса «Локомотив» вышли БЧ и ЦКК. Все было в пользу железнодорожников. Родной паркет, поддержка болельщиков. В турнирной таблице они значительно выше оппонентов. В первом круге БЧ в гостях обыграл ЦКК 4-1. Однако начался матч точно не по сценарию хозяев. Остерегаемся ЦКК, потому что она часто очень любит у нас отбирать очки. Плюс знали, что молодая команда, как всегда, на перспективу, с большим желанием. Вот, в принципе, то, о чем предупреждал, о чем говорил, мы в первые смене об этом и поплатились. На третьей минуте светлогорским футболистам удался розыгрыш аута. Отличился Сергей Тимошенко. Невнятная игра на старте вынудила главком ОБЧ Александра Даниленко вносить коррективы в игру подопечных. Были там вопросы, поэтому постарались быстренько внести коррективы. Немножко встряхнуть, потому что надо было что-то менять. Увещевания Даниленко подействовали. Железнодорожники взяли нити игры в свои руки и уже на седьмой минуте сравняли счет. Правда, тут не обошлось без доли везения и помощи соперника. Артем Золотухин пасовал на дежурившего у края вратарской Дмитрия Шулькина. Однако мяч попал точно на ногу игроку ЦКК Александру Метлушко. Голкипер Валентин Поздняк такого рикошета явно не ожидал. После забитого гола хозяева натиска не ослабили. Провели несколько опасных атак. В одной из них Константин Кусков был близок к успеху, однако угодил в штангу. На перерыв жизнодорожники ушли все-таки ведя в счете. На 16-й минуте идеально разыгранную комбинацию завершил Александр Черниенко. Для него этот голевой успех стал десятым в нынешнем сезоне. Он возглавляет список бомбардиров БЧ. Вернули игру, немножко проснулись, начали больше двигаться. Ну и как бы вышли на перерыв в победу, введя в счет, это было важно. Второй тайм стал звездным часом Никиты Андреевского. Игрок БЧ оформил дубль. Первый для него в этом сезоне. Причем сделал он это весьма технично и красиво. На 28-й минуте Андреевский все сделал сам. В середине поля обокрал зазевавшегося соперника, убежал и эффектным ударом перебросил голкипера. Второй гол по зрелищности ничем не уступил первому. На 35-й минуте Андреевский перед воротами получил пас от Кускова. Выдержав паузу, уложил вратаря на паркет и направил мяч в ворота. Практически Костя все сделал. Отдал передачу, мне осталось только принять и забить. Ничего сложного, но надо попасть в ворота. Матч между ВРЗ и агрокомбинатом Южный принес немного неожиданный результат. Южане выиграли со счетом 3-1. Вверху турнирной таблицы команды идут очень плотно. БЧ занимает шестое место. От лидера Витена железнодорожников отделяют всего 6 баллов. ВРЗ, который замыкает восьмерку сильнейших, до первого места 13 очков. Южный занимает 12-ю строчку, ЦКК 15-ю. На следующих выходных гомельских любителей мини-футбола опять ожидает очередное дерби. Между собой сыграют ВРЗ и БЧ. Новости о кадровых назначениях пришли из станов футбольного гомеля. Виталий Кушнер занял должность директора клуба. С августа 2011 года он занимал должность заместителя директора. А с конца 2015 исполнял обязанности руководителя. Между тем команда продолжает подготовку к новому сезону. С начала февраля футболисты работают под руководством нового главного тренера Владимира Журавеля. Итогом тренировочной недели стала двусторонняя игра. Игра проходила на стадионе с Дюшор-8. Зрителей было немного. Едва ли десяток наберется. Хотя о том, что двусторонка состоится, пресс-служба Гомера сообщила заранее. Зеленые и оранжевые манишки разделили футболистов на две команды. В составе оранжевых потенциальные игроки основы, в том числе и новички Павел Ситко и Игорь Рожков. Основу зеленых составили игроки, которые в минувшем году выступали за дубль. За ту же команду играли и находящиеся на просмотре Кирилл Войтихович и Руслан Юдинков. Первый в минувшем сезоне выступал за Речицу 2014, второй за Городею. Игра проходила довольно живо, подгонял легкий морозец и юношеский максимализм. Молодежь старалась показать себя во всей красе. Правда, активность в центре поля редко заканчивалась опасными моментами. И работы у голкиперов было немного. Кстати, на поле побывали все четыре вратаря, имеющиеся в распоряжении Владимира Журавеля. Низкую активность в атаке и сосредоточенность на обороне отметила Владимир Журавель. Усиление игры впереди одна из главных задач. На это нацелена и кадровая политика. Возможные новички, скорее всего, усилят именно зону атаки. Первый тайм логично завершился без результативной ничьей. Вторая половина игры также грозила остаться без голевой. Однако ближе к концовке мяч все же побывал в воротах. Пропустили зеленые. После подачи углового нападающий Андрей Антонюк ударом головой отправил мяч в ворота. До финального свистка счет не изменился. В целом же команда активно готовится к сезону. У молодежи, как говорится, глаза горят. Однако, по словам опытного Игоря Рожкова, сразу с места в карьер не стоит. Видно, что молодые с задором работают. Не на 100%, а на 110%. Где-то нужно поспокойнее. Потому что сейчас только организм привыкает к нагрузкам, где-то что-то не готов, травмы не нужны. Нужно пройти всю пресезонку здоровым человеком, чтобы потом тебе хватило этого багажа на сезон. Нынешнюю рабочую неделю футболисты Гомеля также завершат игрой. На этот раз не между собой. На субботу, 13 февраля, запланирован товарищеский матч с соперником по чемпионату Гомель с Жалдор Трансом. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.